Здравствуйте, детки! Я хочу с вам рассказать историю одного короля. Жил-был король, и он был такой важный король, и у него были придворные, у него были жильцы, и у него были слуги. И вот у него были такие слуги, как удовольствие, радость, любовь, счастье, улыбка. Очень-очень-очень приятные им. Имя у этих слуг было позитивное. Но также у нашего короля были еще слуги, которые почему-то назывались негативные. Это злость, это страх, это стыд, неловкость. И вот задумали позитивные слуги заточить в тюрьму негативных слуг. Они решили, что страх ненужные слуги, и стыд, и обида. И они схватили, и втихаря от короля запрятали в тюрьницу, представляете? И были такие довольны, и мы такие молодцы. Мы сделали так, что наш король не будет грустить, не будет злиться, не будет бояться. И вначале действительно все шло хорошо. Король был весел, и все было прекрасно. Он делал пиры, приглашал много людей, делал много разных хороших митцвов. Но однажды его пришел, обидел король с другой страны. А у него нет слуги обиды, и он пропустил это мимо. Боль он тоже пропустил. А когда король с другой страны напал на нашего короля, он не почувствовал страх, потому что у него не было слуги страха. И он допустил так, что на его страну напали. И он был грустный, и все его жители были очень грустные. И, конечно же, слуги позитивные очень расстроились и подумали, Боже мой, что же мы такое наделали? Ай-яй-яй, ой-ва-вой! И они побежали освобождать негативные эмоции и чувства. И вернули их на свои места. И таким образом, вместе, совместными усилиями победили и выгнали плохого короля, который зашел на чужие границы. И поняли они, что могут они спасти короля и королевство, и всех-всех-всех подданных только одним-одним способом, если они объединятся. Когда сильно-сильно страшно, приходит любовь. Когда стыдно, приходит поддержка и улыбка другого человека. Когда обидно, приходит объятие и удовольствие, и радость. И стали в этой стране все поживать хорошо, потому что король, он был главный над своими слугами. И он любил и ценил каждого из своих подданных, из своих слуг. И он выбирал, когда, какого слугу пригласить, чтобы он поработал, выполнил свою работу. Но чаще он приглашал несколько, где неприятно, он приглашал любовь и так далее. И поняли слуги, что не бывает негативных и позитивных. Это какое-то странное такое распределение. Они все важны, все нужны, и нужен король, который будет решать, когда и кого звать. До новых встреч, ребята! Пока-пока! Пока-пока!